Лучшие педагоги области вышли на финишную прямую в ежегодном конкурсе профессионального мастерства. Уже завтра станут известны имена победителей. Напомню, 60 участников соревнуются в четырех номинациях. Учитель, воспитатель, психолог и мастер. Накануне прошла самая сложная часть работы с детьми, рассказывает Яна Пелеховская. В этой аудитории нет учителя и ученика в классическом понимании. Анна Коскова, сторонница сингапурской методики. А это значит, что все в классе партнеры. Сегодня ребята сотрудники турагентства. Рассматривают карту, прорабатывают туристический маршрут. Школьников Анна удивила тем, что иногда переходит на шепот. Это ее фирменный прием. Им более-неболее приходится сконцентрировать свое внимание. Где-то, если кто-то не слышит, то ему приходится посмотреть. То есть помимо аудиальных способностей, еще и визуальные способности здесь задействованы. Самая серьезная конкуренция в этом году традиционно у учителей. 24 конкурсанта. Много гуманитариев. Инклюзивные технологии педагоги пока не демонстрируют. Осторожнее стали и с мультимедиа. Возвращение к старому есть новая сегодняшняя тенденция. Не так много. Уроки не перегружены технологиями. Звучит слово учителя. А здесь соревнуются воспитатели. Их работу оценивает и студенческая жюри. Молодежи не хватает креатива. Здесь же немножечко видно традиционную форму. То есть начало урока, основная часть и заключительная часть. Это важно, но можно что-то еще творческое немножечко добавить, мне кажется. Придумать слово, которое начинается на слог «шум». 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 Правильно. Юлия Вагнер из Сорокинского района свое занятие проводит в подготовительной группе. В основе сказкотерапия. Для детей это знакомая история гуси-лебеди. Для логопеда решение сразу нескольких задач. Повышается грамматический строй речи. Развивается и мелкая моторика, артикуляционный аппарат. И вообще повышается мотивация у детей, возрослый, интерес к логопедическим занятиям. Также развивается артикуляционная моторика, фразовая речь в процессе ответов на вопрос. И интенсионная выразительность, и сила голоса. В это время психологи проводят консультацию. Ребенок, зависим от компьютера, агрессивно реагирует на слова взрослых. Ситуация условная, но вполне распространенная. На дельный совет у конкурсанта 7 минут. В этом году лучших педагогов будут выбирать даже по количеству лайков ВКонтакте. Для интернет-звезд есть отдельная номинация. Победителей назовут в пятницу. Яна Пелеховская, Владимир Кондратьев. Тюменское время.